Врачи Кыргызстана в полной боеготовности. Любого пациента с кашлем и насморком осматривают с особым вниманием. Медики опасаются проникновения на территорию страны коронавируса Ухань. Высокая температура, сильный кашель, который быстро переходит в воспаление легких. Так протекает неизвестный ранний вид гриппа, зафиксированный в Китае. Вызывает его один из типов коронавирусов. Назвали его Ухань, так как первый случай заражения был зафиксирован именно в этом китайском городе. Загадочная болезнь уже унесла жизни четырех китайцев. По подсчетам ВОЗ на 20 января в общей сложности в КНР зарегистрировано 218 случаев заражения. Из них 198 в Ухани, 5 в Пекине, 1 в Шанхай, 14 в провинции Гундун. Вирус начал распространяться за пределы Китая. Случаи заражения уже зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. В связи с чем в Кыргызстане начали предприниматься соответствующие меры не допустить вникновения опасной инфекции на территорию страны. На сегодняшний день не только в нашей республике, но и в наших соседних республиках усилили мероприятия с границей КНР. Это вот что относится? Это относится то, что работают санитарно-контрольные пункты, задействованы тепловизоры. Специалисты, которые работают в санитарно-карантинных пунктах, они опрашивают тех лиц, которые выезжают из КНР, нет ли у них температуры, нет ли лихорадящих. Потому что если будут такие случаи, нужно раньше госпитализировать, чем раньше, тем лучше. Медики рекомендуют всем кыргызстанцам, недавно посетившим Китай, внимательно следить за своим состоянием. При первых же симптомах ОРВИ незамедлительно обращаться в поликлинику. К счастью, пока случаи нового вида китайского гриппа в нашей стране не зафиксированы. Во всех центрах семейной медицины, стационарах работают обученные врачи, специалисты. Они знакомы с этой коронавирусной инфекцией, поэтому они могут поставить диагноз. Необходимо также собирать эпитономность. Не было ли контактов с какими-либо... Не было ли контактов и не выезжал ли данный пациент в страны Юго-Восточной Азии. Откуда именно появился новый вид коронавируса, пока точно неизвестно. Есть предположение, что люди заразились им через мясо животных или морепродукты. Коронавирусы – семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Инкубационный период недлительный, до нескольких дней. И начало острое, с повышения температуры. Температура обычно высокая, до 39 градусов может достигать, затруднение дыхания и при этом появляется кашель. Кашель тоже может быть от сухого до частого малопродуктивного кашля. Чем опасен коронавирус? Он опасен для лиц с ослабленным иммунитетом, для лиц, которые страдают какими-либо хроническими заболеваниями, легких, диабета и при онкологических болезнях. Конечно, необходимо соблюдать предосторожность. Наблюдалась высокая температура, кашель и затруднение дыхания или одышка. И были летальные случаи. Препарат, который направлен на подавление коронавируса Ухань, пока не изобретен. Сделать прививку от него тоже невозможно. ВОЗ уже предложил включить новый коронавирус в пятерку самых опасных для человека вирусов. Кстати, в этот список входит лихорадка Эбола и вирус НИПАХ. В среду, 22 января, комитет проведет встречу в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию международного масштаба. Екатерина Токомбаева, Нурдан Корыбеков, Пирамида.